Привет, дорогие мои друзья! С вами снова я, говорящая о Чихуахуа Софи из Таиланда. В четырех будущих коротких роликах мы поговорим на медицинские темы. И я кратко отвечу на несколько ваших вопросов, чтобы больше они не возникали. Я скажу свое мнение о родах, витаминах, прививках и заболеваниях. Начну с того, что я считаю, что все медицинские вопросы очень сложного характера. И решать их нужно не в интернете, а в первую очередь с вашим заводчиком. У кого вы приобрели свою собачку? Во вторую с ветеринаром. Если возможности общаться с заводчиком нет, обращайтесь к ветеринару. Он должен знать все. Если не доверяете, ищите другого. И вы обязательно найдете такого человека, к которому будете ходить. И он уже будет знать вашу собачку. А теперь к вопросам. Вопрос номер раз. Роды и беременность у Чихуахуа. Блин, это такие темы сложные вообще. Во-первых, развеем главный миф. Очень часто владельцы Чихуахуана, слушавшись советов якобы знающих людей, начинают переживать, что оказывается, девочке необходимо хотя бы раз в жизни родить щенков. Почему? Говорят для здоровья. Объясняют это тем, чтобы у девочки изменился характер, чтобы не было рака молочной железы или матки и так далее в том же духе. Слишком много информации для такой маленькой девочки, как ты. Ладно, проехали. Я считаю, и это мое мнение, все это неправда. Если у вашей собачки робкий нрав или тяжелый характер, то появление щенков, скорее всего, ничего не изменит. Больше того, недостатки она будет переносить на своих щенков, воспитывая из них себе подобных. Если же ваша собачка склонна к ложной беременности, то родами дело не исправишь. Ложная беременность в той или иной степени проявляется у всех собак-девочек, независимо от того, рожали они до этого или нет. Что же касается раковых заболеваний, то Чихуахуа не относятся к породам, склонным к этим заболеваниям. Заболевают же раком в равной степени как суки, щенившиеся, так и не щенившиеся ни разу. Второе. Скажу сразу, снимать роды, показывать их я не вижу смысла, да и нет у меня такой возможности. В-третьих. Если вы все-таки готовы взять на себя ответственность рождения щенков у вашей собачки, обратитесь к заводчику или ветеринару и предварительно подробно изучите эту тему очень хорошо, чтобы все знать и ко всему быть готовыми. Это очень сложный процесс и беременность, и роды. И такие вещи нужно обсуждать серьезно с квалифицированными специалистами. Вот и все. Больше я ничего о родах говорить не буду. В следующем видео я скажу пару слов о витаминах и о том, принимаю ли их я. Так что подписывайтесь на мой канал, смотрите видео, вступайте в мои группы ВКонтакте и будет вам счастье. Ну давай, я типа такая рассказываю про роды, а ты кидай давай цветочки. Я кидаю. Блин, ну чё так криво-то. Ой, а чё это за цветочки такие? Ладно. Я хотела, чтобы так красиво было, так красиво так. Сейчас я это посмотрю. Ну чё там, красиво? Чё, не очень? Блин, ну потому что ты кидаешь криво. Давай еще раз. Я такая типа, роды у чихуахуа, а это... Ну чё, кидаешь? Погодите, Софи, мне настроить же надо. Всё, кидаю. Блин, ну прям в морду-то чё? Кто ж так цветы-то кидает? Всё, рассыпал тут. А это чё, какие-то другие цветочки, что ли? Давайте я кидаю еще раз. Давай, только не в лицо. Итак, роды у чихуахуа. И чё это было? Ты чё, издеваешься, что ли? Сейчас это тогда по-другому сделаем. Ух ты ж, ну я хоть это в фокусе была. Ну как сказать, ну красиво будет. Иди ты, короче. Редактор субтитров А.Семкин